ребята на вопрос как называется моя соковыжималка на ней не написано но принцип работы видите вот этот кружочек вот этот типа скребочек он такой мягкий теперь сюда вставляется вот это вот сеточка я просто помню у нас в детстве была соковыжималка она конечно была хороших крупных размеров вот и самое главное что здесь вот этот вот как в мясорубке видите она ее не не простая центрифуга которая ее крутит а вот которая перемалывает и выдает магнитик сейчас я одной рукой не могу так вот из тех старых еще ого-го тех времен у нас была большая соковыжималка тут у нее спрятан мотор все и вот такая крышка и у нас она шлак выдавала так ручкой вжик-вжик шлак вылетает а в другую сторону сок тут не надо ничего вжикать потому шлак выходит сам сюда и с помощью вот этого оранжевого скребка и сюда и выходит сок причем так из петрушки из чего из чего только он не выходит самое главное что у нее вот этот вот хороший мотор который все это видите вроде скорость небольшая но она перемалывает очень хорошо у нас соковыжималка была на хорошей скорости и как бы это маленькая если вам профессионально для дома вам надо побольше потому что ну ну маленький агрегат мне как для двух стаканов вполне хватает потому что тут вот эта дырочка если я траву сюда запихаю типа петрушку все то она остается я потом с помощью ножичка вот так помогаю чуть-чуть выходить если что-то мягкая морковка яблоко все равно само вылетает но если я хочу сельдерей запихнуть там имбирь 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 он знаете такой волокнистый вот это она там застреет и слышали осталось одно мороженое одна дыра сзади все потенциальные жених есть все водителя вискоку вид фас вид профиль слабо не взяла прокосовое мороженое сейчас надо добавить еще чуток строчателли ай куда-то поедем мне кажется я в своей жизни что-то упустил чего-то при живом шеф порепifa а я должен тут пальцом похану колбасу готовите сами сама вечерю я вот кто из вас коли колбасу линейтой milli solid ухо я до к кубого вот и так бабокина вносθеть и поля замеряла вот я за свою точку Ты что, по наследству передалась? Внук учетчика. Агронома. Ну ладно, не важно. Сколько ты мне намерил? Я тебе 10, тебе 11. Да. Ну 10 мне много, мне 5-6 хватит. Тем более, что с помидорами. Вот так и хорошо. Хорошо, что шеф-повар дома есть. Да. Бо на кухне это торба. Двумя словами не передать. Но я постараюсь. Итак, ребята, понедельник. Вчера я сделала мороженое. Как всегда, пол витрины мороженого отсутствует. Сейчас надо делать вторую половину. 6.30 утра. А вы уже на работе. Вчера вечером мне поступает звонок. От моего начальника. Говорит, Лиль, представляешь? Был у меня, говорит, разговор с Вероникой. Ну я, говорит, сказал ей, картошку надо чистить с вечера. Ей не понравился мой тон. И она мне говорит, это вчера была. Сегодня звонит и говорит, завтра я больше на работу не выхожу. Я сейчас поцелую свою машинку. Он говорит, как не выходишь. Очень стрессante. Мне стати скьявит сандо. То есть мы ее держим за... Ой, скьява, скьява, скьява. Ну в общем, за пат... Ой, блин, ой, слух. За рабыню. Точно. Рабы, рабы, рабыня Вероника. И в том же... И ее сестра в том же, в том же духе. Стефания позвонила в субботу. Я на работу не выхожу. Я упала. Подвернула ногу. Ну, короче, ее не будет целую неделю. Сестра ее уволила. Саву говорит, так делать нельзя, говорит. Надо дать... Преавизу. Надо дать сказать заранее, что у меня должно быть время найти другого человека. Другого человека мы уже нашли. То есть он нашелся сам. То есть сама. Давайте немножко издорить. В свое время мы работали на Фюмаре. И меня брали на время декретного отпуска Мишель. Вместе с нами работала одна девочка из Чили, Сабрина. Вот. Так вот, эта Сабрина, у нее был 30-часовый рабочий контракт, который сейчас имею я. Очень шустрая, очень быстрая, очень красивая, очень положительная вообще во всех отношениях. Вот. Но она в свое время поругалась с нашим... Респонсабелем. Сейчас я Респонсабелем. Тогда у нас был мужик. Друг нашего начальства. И он всех, конечно, ставил, знаете, такие в очень жесткие рамки. В общем, ну, издевался над девчатами. И чем была красивее девочка, тем больше он над ней издевался. Бразильянка была, он ее выжил. Вот с Сабриной. А в Сабрине в то время, когда вышла Мишель с работы, мне должны были контракт мой закончить. Я уже как бы была на время декретного отпуска. У Сабрины что-то так ее обсыпала какая-то аллергия. Типа стрептодермия. Вот прямо тело пошло волдырями. Она не вышла на работу. Позвонила. Этот, конечно, рассердился. Она говорит, ну, что я могу сделать? У нее глаза вот такие были, как у китайца. Она говорит, я ей смотреть даже не могу. Ну, потом, когда она вышла на работу, он на нее стал наезжать. И она взяла и уволилась сама. И поэтому контракт сделали мне. Ну, а Сабрина со временем вышла замуж. Родила ребенка. Сейчас ребенку восемь лет. И вот несколько дней назад эта Сабрина звонит нашему Аву и говорит, Аву, а у тебя нет работы для меня? Он говорит, ну, пока нет, пока весь набор есть, пока этот. И вчера, так как наша Вороника, сказала чао. Сегодня на работу придет Сабрина. Чему мы все не сказано рады. Ну, прям, ну, бальзам на душу. Я говорю, а Стефанию как будем на место ставить? Он говорит, так это же еще не все. У меня же ей сестренка сказала. Я со временем найду работу и тоже уволюсь. Было время поискать работу, когда мы все остались без работы. Но ее почему-то нигде никто не брал. Мишель брали все. Она пыталась всунуть туда свою подружку. Ну, ее почему-то после двух дней пробы все откидывали. Поэтому я надеюсь, что она себе найдет работу. Ну, это знаете, это надо хорошо Бога попросить, чтобы она в нас ушла. Я говорю, ты лучше, говорю, сорока-часовый. Единственный человек, который с сорока-часовым контрактом, это она. Потому что она самый старый человек у нас в бригаде. Я говорю, ты бы лучше его Мишель сделал. Я говорю, я уже не прошу за себя, ладно. Но вот Мишель, говорю, разрывается по всем работам и ищет где-то, где бы подзаработать. Потому что, ну, дети платить за съем жилья, за все. Она только за съем жилья платит 600 евро. Можете представить какие-то деньги, сколько надо зарабатывать в Италии, чтобы прожить. Тем более сейчас во время кризиса. Ну, в общем, говорили, балакали, силы, тай, улыбнулися. В общем, вот так вот сегодня у нас начинается новый день. Я пошла делать мороженое. Вот вниз, а сейчас придет и Мишель. Ну, в общем, Мишель сейчас работает вообще непонятно по какому графику. Надо же и подружку заменить, и за себя поработать, и аву помочь, и на кухне посылу помыть. Вот, в общем, Славуня сегодня опять в Ливорну. Ой, какое Ливорну? Водолигуры. Все уже в моей голове все перепуталось. А виновата всему эта ушедшая в никуда. Что нам сегодня шепчет погода? День будет жаркий. Что нам шепчут наши машинки? Стоят груженые, едут, грузятся. Ну, в общем, понедельник начался, ребята. Всем успешного дня! Мне еще и мороженое принесло. Надо сейчас его перебрать, разгрузить, заказать молоко. Малинку мы сделаем, беленьку мы сделаем, клубничка в виде. В общем, все как всегда. Малинку мы сделаем. И вот, все как всегда. Продолжение следует...